И всем привет, ребят! С Мистер Байк, я сюда записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня вместе с вами мы обсудим тему танкофонда, того самого заветного танкофондика, которого все так долго ждут. Сегодня мы разберем танкофонды, которые были у нас за предыдущий год и уже буквально через месяц у нас стартанет первый танкофонд в этом году. Если вы ждете танкофонд так же сильно, как и я, и надеетесь, то что в этом танкофонде наконец-таки будут крутые призы, не то что было у нас в прошлом году, да, потому что относительно прошлого года у нас были такие себе не очень жесткие танкофонды и ждете супер вкусненького танкофондика. Обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас уже говорили в аккаунте, если мы лично и так, так, темпе, дальше формуете покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо танкофондов, как я уже сказал, у нас в прошлом году было целых 3 танкофонда. Первый танкофонд был приурочен к дню рождению игры и стартовал аж 18 мая. Дальше за ним был летний танкофонд, который стартовал 15 июня и был зимний танкофонд, который был 16 ноября. Что зимний, что летний танкофонд, это были два танкофонда, которые приурочены к киберспортивным состязаниям. Ну а вот первый танкофонд, который будет и в этом году, он будет приурочен к дню рождению игры. И сегодня мы посмотрим, что же было по призам в этих танкофондах и предположим, что же может появиться у нас в уже этом новом танкофонде. В первом танкофонде у нас, посвященном дню рождению игры, добралось 40 миллионов. Это было более чем достаточно, чтобы забрать все уровни. И в сумме мы получили хорошее количество скинов, контейнеров, ну и у кого не было броненосца и кризиса. Ну и плюс устройство пульсары. Не сказать, что это были прям супер какие-то жесткие устройства, но в целом призы для 20 уровней были прям очень и очень хорошие. И я, если честно, надеюсь на то, что в этом танкофонде нас тоже ждут именно с самого начала крутые, качественные, контентовые призы, которые будут стимулировать игроков покупать большое количество спецпредложений. И растить этот фонд наверх. Но также у нас уже зимой была информация от комьюнити менеджеров, то что танкофонд будет перерабатываться и танкофонд будет выглядеть в новом виде. В каком виде он будет выглядеть? Пока что непонятно. Будет ли там связь с миллионами, как это было раньше, да? Как вот, например, в этом танкофонде. Либо там будет какая-то другая система. Да, все это дело мы узнаем. Но более чем я уверен, что вот эти вот цепочки должны оставаться. Да, должны оставаться. Что-то переработается, что-то поменяется. Но вот эти вот цепочки с танкофондом, мне кажется, это та вещь, которая должна стабильно работать. Может быть там номиналы будут какие-то другие. Может это чуть-чуть по-другому в этом плане поменяется. Может уровни поменяются. Может еще что-то поменяется. Но танкофонд в таком виде, который был вот именно первый к дню рождения, я бы хотел видеть. Потому что здесь и призы были хорошие относительно, да? И скинов можно было хорошее получить количество. И устройство получить. И подлутать кризис с броником за просто покупку, да? За покупочку можно было взять. И кризис и броник. Вот, например, я на свой второй аккаунтик. Вернее, не на второй, а на третий, да? На без доната 2.0. Жду вот именно такого танкофонда, чтобы забрать туда и кризиса, и броненосца. Что касаемо двух еще танкофондов, которые были у нас в прошлом году. На мой взгляд, они оказались провальными. Да, что один, что второй. Так как они не набрали большого количества как раз-таки вот именно суммы. Не понял. А, я открыл один и тот же. Я открыл один и тот же. Так, по первому танкофонду летнему у нас набралось 22,5 миллиона. По зимнему танкофонду у нас набралось и того меньше 16,600, да? То есть цифры довольно-таки были маленькие. Ну и по призам, что в одном танкофонде, что во втором танкофонде, было очень большое количество красок. Были, не знаю к чему, вот такие вот призы в виде дополнительных миллионов. Танкофонов были призы с какими-то ядерками, да? То есть, ну были призы, которые не стоят и не имеют веса от слова совсем. Что в одном танкофонде, что во втором танкофонде. У нас все было по той же самой схеме. Миллионы, краски, ядерки по одной штуке, да? То есть, и очевидно, что после таких танкофондов разработчики будут делать изменения. И я очень сильно надеюсь, что эти изменения будут сделаны именно в лучшую сторону. С точки зрения призов, с точки зрения актуальности и с точки зрения интереса. Так как, если уже с самого начала танкофонда запихнуть тот же, например, там скин ключик, да? Либо запихнуть какой-то хороший приз в виде там броника, кризиса, либо какого-нибудь устройства, да? Которого не было в нашей игре, да? Либо оно не было в массах. То сразу у большого количества игроков будет мотивация, будет желание приобретать такой там танкофон. И по сути, в танкофондах самое главное это начало его, да? То есть, если начало танкофонда уже выглядит интересно, с интересными призами, то уже у игроков будет большое желание, большая мотивация приобретать эти танкофонды, да? То есть, может быть, там в середине будут где-то не очень крутые призы, но если в начале у нас будут скоплены хорошие контентовые качественные призы, то, я уверен, на 100% уже у большого количества игроков будет желание такой танкофонд приобретать. Поэтому я в этом плане в первую очередь надеюсь на то, что у нас будут хорошие и качественные призы, которые меня будут интересовать целиком и полностью. При любом раскладе я танкофонд хотя бы один куплю, даже если он будет не суперкрутой, но если он будет крутой, то есть возможность приобрести на всех аккаунтах, плюс еще добавлять сверху вложения танкоинов, чтобы участвовать в конечном розыгрыше танкофондов, потому что в каждом танкофонде у вас есть еще возможность забрать кусочек от этого полного танкофонда в виде лотереи в зависимости от того, сколько вы спецух купили. Чем больше спецух купили, тем больше шанс у вас выиграть в еще дополнительной лотерее. Поэтому я жду жесткий танкофондик, надеюсь, что и вы ждете тоже суперконтентовый танкофонд, и давайте постараемся максимально проявить активность на данный видеоролик, если вы так же сильно, как и я, ждете танкофонд и хотите, чтобы он вышел, ну, уже меньше месяца осталось, да, уже меньше месяца осталось до этого танкофонда, по сути, да, до первого танкофонда к дню рождению игры. Поэтому проявляйте максимальную активность, поддерживайте данный видос лайком, Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны Участвуйте в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов Потому что у нас там тоже своего рода лотерейка имеется И у вас есть возможность полутать дополнительные танкоины Дополнительные кристаллы железа бетонно поднять Да, это тоже у нас получается летом будут итоги этого розыгрыша Но у меня, друзья, на этом все Ждем контент, ждем эти денюжки Всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока